Всем привет! С вами Даша и вы на канале Даша Техник. И сегодня я вам покажу очередное видео о форуме Армия 2023, а конкретно КАМАЗы. Этот стенд довольно широко был представлен на этом форуме, потому что КАМАЗ это основное предприятие, которое вооружает современную российскую армию колесной техникой. Итак, поехали! Это видео посвящено целиком продукции легендарного КАМСкого автозавода КАМАЗ, а показали они действительно массу интересных экспонатов. А начну с самой брутальной новинки форума – это сидельный тягач КАМАЗ-65221-22 с обновленной кабиной. Автомобиль предназначен для буксировки полуприцепов полной массой до 70 тонн, то есть он способен перевозить все виды современных российских танков, включая армату. И обратите внимание, что позади кабины расположена лебедка для затаскивания буксируемой техники на прицеп. Главное отличие от тягачей прошлого поколения – это кабина, заимствованная от КАМАЗов серии К-3. И ранее таких кабин на военных версиях КАМСких грузовиков я не встречала. Некоторое время назад я слышала, что военные отказывались от кабин нового поколения из-за низкорасположенных приборов освещения. И, видимо, мнение заказчика поменялось. А больше контента обо мне вне техники и моделизма можно увидеть на моей страничке на Boosty. Там вы можете поддержать мою деятельность. Ссылочка будет в описании, а также заглядывайте на мой основной канал – Даша Моделс, где я строю модели, увиденные мной техники. КАМАЗ-53-501 – грузовик общего назначения с дополнительным бронированием кабины. И когда я издалека увидела эту машину на экспозиции, мне показалось, что это ГАЗ-66. И согласитесь, что у них есть общие черты во внешнем виде. Главной моделью, предназначенной как для военных, так и для гражданских нужд, является КАМАЗ-53-501. В армии России этот автомобиль используется не только для перевозки личного состава и различных грузов, но и как платформа для установки специального оборудования и кранных конструкций. Все больше военной автомобильной техники получает дополнительное бронирование уже заводского производства. И сделаны они по специальному заказу по опыту спецоперации. Броня закрывает водителя и основные агрегаты, а также бензобаки. Эта машина не используется в бою, но с учетом обстрела путей снабжения такая техника будет востребована в войсках. В условиях проведения специальной военной операции свою актуальность доказал демонстрируемый на выставке защищенный санитарный автомобиль таксического звена «Медицинский транспортер» «ЗСААТ». Автомобиль предназначен для поиска, сбора и вывоза раненых с поля боя и очагов массовых санитарных потерь с оказанием им первой помощи на месте ранения, а также в процессе транспортировки. Кроме того, подобные броневики защищают медиков и пострадавших от возможных рисков, связанных с воздействием противника. Базовое шасси отличается высокими характеристиками подвижности и проходимости, а также имеет мягкий ход, что важно для санитарного транспорта. «ЗСААТ» способен за раз эвакуировать в безопасное место до 6 сидячих и до 4 лежачих раненых. Не обошлась эта выставка без броневиков семейства «Тайфунка». Машины этого класса великолепно подходят для перевозки бойцов в прифронтовой зоне и в местах, где высока вероятность действия диверсионно-разведывательных групп противника или всевозможных партизан, повстанцев, сепаратистов и террористов. Даже бронестекла этого автомобиля выдерживают не менее двух попаданий из КПВТ подряд. Кстати, их толщина достигает 129 мм, и поэтому можно смело называть «Тайфунка» самым защищенным бронеавтомобилем России. Эта огромная машина массой 24 тонны с легкостью движется по бездорожью и на шоссе развивает скорость 110 км в час. Скорость маневрирования войсками, а значит и переброски большого количества военнослужащих с одного участка фронта на другой, имеет сейчас первостепенное значение, и «Тайфунка» легко обеспечивает это передвижение, превосходя по своим мобильным качествам даже обычные БТРы и совершенно не уступая армейским грузовикам. В качестве базы для Аэрохм-9 был выбран бронеавтомобиль КАМАЗ-63-969 «Тайфунка», разработанный в первой половине прошлого десятилетия. Это трехосная защищенная машина с высокими характеристиками подвижности и проходимости. При полной массе в 24 тонны базовый броневик способен развивать скорость не менее 100 км в час и преодолевать различные препятствия. Аэрохм-9 сохранила бронекорпус с узнаваемой лобовой частью. Этот вариант корпуса для «Тайфуна КАМАЗ-2» получил комбинированную противопульную, противоосколочную и противоминную защиту. Внутри объемного корпуса размещается до 12 человек, включая водителя. Доступ внутрь обеспечивается люками на скулах корпуса и в крыше, а также кормовой аппарелью. При перестройке в АРХМ-9 базовый броневик получает широкий круг новых припоров и устройств. Так, внутри десантного отделения устанавливаются автоматизированные рабочие места экипажа, а также различные приборы и устройства. А питаемый отсек получает новую улучшенную фильтрационную установку, обеспечивающую длительную работу на зараженной местности. А на крыше корпуса монтируется боевой модуль с пулеметом для самообороны. На шасси Камского грузовика показали новую машину «Салага О». Название, конечно, забавное, но за столь странной кличкой скрывается довольно интересный агрегат. Пункт обработки информации. Важнейший аналитический пункт обработки разведданных способен даже сам осуществлять принятие решений для управления ракетными войсками и артиллерией. Предлагать варианты их немедленного использования и реагирования на тот или иной шаг противника, на перемещение его войск. А назвали его «Салагой». Заказчик так характеризует основные задачи комплекса. Это повышение эффективности ведения разведки, интеллектуализация управленческих решений. Планируется осуществляться за счет использования пункта комплексной обработки разведывательной информации «АЛАГА О», который способен осуществлять поддержку принятия решений для всех инстанций управления ракетных войск и артиллерии. На форуме «Армия-2023» КамАЗ представило семейство бронированных грузовиков для работы в условиях огневого противодействия противника. Грузовик нельзя обеспечить защитой на уровне танка, но опыт, приобретенный в ходе современного конфликта, заставляет производителя усилить бронирование колесной техники. КамАЗ активно дорабатывает защиту грузовиков военного назначения. И самая горячая новинка – это семейство полноприводных автомобилей КамАЗ-4385. Базовый многоцелевой автомобиль КамАЗ-4385 оснащен двухместной кабиной и 3,5-метровой платформой с откидными боковыми и задними бортами, а также каркасом и тентом. Модификация КамАЗ-4385 БПВ оборудована шестиместной кабиной повышенной вместимости и бортовой платформой длиной в 1,5 метра. Заметны характерные веранды и сетки, которые должны пригодиться при защите от кумулятивных боеприпасов и эфпифедронов. В задней части машины виднеется опорная плита 120-мм миномета. Хоть в пояснительной табличке к экспонату не было указано, но тут есть явный намек на боевую машину минометного расчета. Тут как раз шестиместная кабина и небольшой грузовой отсек, где можно разместить и сам миномет, и боезапас к нему. А также, если я правильно поняла, миномет имеет систему быстрого развертывания и погрузки. Также существует трехосная версия представленной новинки с повышенной грузоподъемностью. Я отмечу, что все автомобили семейства, помимо защиты от пуль, имеют защиту от мин и самодельных взрывных устройств. А на крыше кабины имеется поворотная турель для установки оборонительного вооружения. Данный автомобиль многоцелевого назначения для перевозки опасных грузов. При этом в нем предусмотрена как защита перевозимых грузов, ракет и боеприпасов, так и особых узлов и агрегатов. В экспозиции компании представлены и модернизированные полноприводные автомобили семейства Mustang M. Среди них КамАЗ 5350 6х6, оснащенный бронированной кабиной с улучшенными эксплуатационными свойствами и двигателем увеличенной мощности в 320 лошадиных сил. Предусмотрена броневая защита от топливных баков, радиатора, двигателя и ящика АКБ. Грузоподъемность автомобиля 6 тонн. Большинство водителей срочников, которым довелось пройти службу на этом автомобиле, отмечают простоту его обслуживания, надежность, динамичность, высокую проходимость и маневренность на любых дорогах и бездорожье. К числу прочих преимуществ многие относили и большую просторную кабину с отличной обзорностью из-за бескапутной конструкции и множества мест для хранения вещей и амуниции. За эти свойства КамАЗ 5350 среди солдат получил название «каптерки на колесах». Еще один представитель семейства Mustang M, который демонстрируется на выставке и также широко используется российской армией для решения различных задач – КамАЗ 6350 8х8. И как КамАЗ 5350, грузовик КамАЗ 6350 имеет улучшенную бронированную кабину, мощный двигатель в 400 л.с., при этом его грузоподъемность составляет 10 тонн. К несомненным достоинствам КамАЗа 6350, безусловно, относится высочайший уровень проходимости машины и ее отличные технические характеристики. Mustang может проехать там, где другой грузовик застрянет в грязи по самые зеркала, и не просто проехать, а доставить груз или артиллерийское орудие на прицепе. КамАЗу 6350 – нипочем лютый мороз или удушающая жара, и даже с пробитыми колесами он способен продолжить свой путь. А для моделей КамАЗа семейства Mustang, уже находящихся в эксплуатации, производитель предлагает комплект дополнительной защиты на кабину. Он также представлен на стенде компании. Комплект предусматривает установку защиты боковых стекол, лобового стекла и радиатора. И еще один любопытный образец на базе четырехосного КамАЗа – это электростанция E351VM2. Данная станция предназначена для использования в качестве первичного или вторичного источника питания в автономных полевых системах электропитания. А также автомобиль может работать с регулятором питания при одновременной работе нескольких электростанций. Компания Zao Astais из набережных Челнов, прославившаяся в 90-е годы инкассаторскими автомобилями на шасси КамАЗ, является одним из крупнейших отечественных производителей спецтехники, гражданского и военного назначения на шасси российского производства. Самая известная продукция компании – это бронеавтомобиль семейства «Патруль». Главное предназначение автомобиля КамАЗ 4351 «Патруль» – это перевозка и защита сотрудников МВД и грузов. Это достигается за счет разделения транспорта на два отсека и хорошо защищенной кабины. Автомобиль специального назначения «Патруль» с противопульной и противоминной защитой предназначен для патрулирования, разведки и транспортировки личного состава. Бронеавтомобиль создан с учетом опыта ведения современных боевых действий, и машина может оснащаться огневым модулем или другим военным или специальным оборудованием. «Патруль» представляет собой сварной бронированный корпус капотной компоновки, который установлен в автомобильное шасси КамАЗ, и существуют варианты с колесной формулой 4х4 или 6х6. Противоминная защита выдерживает взрыв под колесами и днищем корпуса безоболочного взрывного устройства массой до 2 кг в тротиловом эквиваленте. Боковая поверхность броня автомобиля защищает личный состав при взрыве взрывного устройства массой не менее 5 кг в тротиловом эквиваленте на удалении 2 метров. Личный состав размещается в цельнометаллической бронекапсуле в средней и кормовой части, в которой установлены складные кресла для бойцов. При перевозке грузов кресла складываются. Автономная система климат-контроля обеспечивает эксплуатацию машины при внешних температурах от минус 45 градусов до плюс 45 градусов Цельсия. Бронеавтомобиль может эксплуатироваться по дорогам любого типа, бездорожью и в горной местности на высоте до 4500 метров над уровнем моря. И да, это тоже КАМАЗ, хоть он и необычный. Это Зубило. И да, именно Зубило так прозвали робота сами создатели предприятия РМ Дизель. Название отображает внешний облик изделия. Внешне машина не выглядит грациозно, но оно ей и не надо. Предполагается, что эта машина будет сопровождать штурмовые группы и, судя по вооружению, поддерживать их огнем. В Зубиле угадывается шасси полноприводного КАМАЗа, что логично, ведь РМ Дизель родом из набережных Челнов и давно сотрудничает с КАМским автозаводом. Пока у робота очень малая автономность, всего 10 километров, что, согласитесь, для штурмовой боевой машины явно недостаточно. Также Зубило помимо несения вооружения может быть машиной снабжения. И в этом амплуа она будет выглядеть намного актуальнее, на мой взгляд. И забавно, что на таком суперсовременном экземпляре стоит ржавая зенитная установка. Такое ощущение, что пушку поставили просто в последний момент. Но и также непонятно, как будет реализовываться перезарядка зенитной установки. И, скорее всего, это будет происходить вручную, так как я никаких специальных устройств на экспонате не заметила. Есть сведения, что Зубило проходит испытания в одной из воинских частей, и военные высказали свои замечания по машине, и самое основное – это малый радиус автономности. И также непонятно степень роботизированности машины, то есть насколько машине в процессе работы нужно внешнее управление от человека. Одно дело, когда это просто манипулятор, а другое, когда автомобиль сам ищет путь из пункта А в пункт Б. И в любом случае это хороший знак, что тема беспилотных транспортных средств продолжает развиваться. И вот такой у меня получился рассказ о самых интересных образцах продукции Кампского автозавода, которые я запечатлела на форуме «Армия-2023». И на моем канале уже есть три видео об экспонатах самого главного события военно-промышленного комплекса России. Так что я рекомендую подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые видео с этой выставки. А если вы хотите поддержать мою работу рублем, то приглашаю вас на мою страницу на Бусти. Ссылочка будет в описании. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok